Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй, и мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Вкратце, друзья, какие у нас планы на сегодня? Для начала, как обычно, наше поле. Здесь опять растет овес, потому что мы весь высыпали лошадком и не забили полностью все это дело. Поэтому, чтобы он у нас в запасе был, в общем-то, я решил вырастить именно его. Наша силосная башня, она работает. Тут еще осталась трава, и уже приготовлено много силоса. Тут будем смотреть по времени, как что будем успевать. Половина, конечно, скорее всего, уйдет на стрим работы по доставке. В общем-то, тут тоже все как обычно. У лошадок у наших все в порядке. У них есть еда, вода, солома, все есть. Абсолютно они прокачиваются. Вот в одном загоне овса меньше, в среднем, я так понимаю. Но пока его везти не стоит, когда он там закончится, тогда забьем все остальные. Также, друзья, как обычно, нужно покосить нашу лужайку, и все это дело носилось, переработать. Отвезти потом всю эту траву на силос. Ну а силос, соответственно, надо будет отвезти сюда, на производство биогаза. Здесь, кстати, уже есть 167 кубов биогаза, поэтому надо будет его сегодня тоже на некоторые предприятия наши отвезти. Плюс, друзья, как вы уже догадались по названию серии, мы сегодня купим цементный завод. На цементном заводе у нас будет добываться цемент, и, соответственно, будет добываться известь. Но производство извести мы пока что включать не будем. Нам, в первую очередь, нужен цемент. Цемента, кстати, нужно будет довольно-таки много. Тут он немножко все это дело переработали, я смотрю. Посмотрим, 17-е, очень красивенько все сделали. И вроде как это все дело даже будет у нас анимировано. Посмотрим. В общем-то, надо будет запустить цементный завод. Сюда нужен биогаз и нужны будут поддоны. С учетом того, что цемент мы будем возить, скорее всего, не на поддонах, то, конечно, обязательно условия поддонов сюда немножко сомнительные лично для меня. Но что поделать, что поделать. Так что планы, в общем-то, вот такие. А, еще ж. А хотя, знаете, пускай это будет сюрпризиком для вас. Ну и, в общем-то, давайте запускать тогда всех в работу. Поле, конечно же, будут убирать наша давно уже известная сладкая парочка. Нашли ксиончики, джи-си-бишечка с большим прицепчиком. Заводим все это дело, разворачиваем и загружаем ему маршрутик. А нифига мы ему не загружаем, потому что я его стер и так и не сохранил. Поэтому генерируем тогда и на этот раз сохраним. Тут у нас все как обычно. Абсолютно обычный маршрутик на уборку. Давайте-ка поставим его поближе к старту. Вот так вот. И со стартовой точки запускаем. И он поехал. И маршрут этот тоже сохраняем. Он у нас будет называться поле 0,7 уборка. Уборка, давайте напишем, 12,7 метра. Мало ли там кукурузная жадка, когда появится, другой маршрут будет. Точнее, кукурузная жадка-то у нас есть. Ну и в пару к этому пацану мы ставим джи-си-бишечку. Тут тоже все как обычно. Работа с комбайнами. Найти комбайн вручную. Аликсиончик. И загружаем маршрут поле 0,7 база. Эй, как все просто-то, да? Со стартовой точки. Плохая идея со стартовой точки. Ну да ладно, уже пофигу. Я на автомате класснул. Ну пускай тогда съездит, покатается. Стравка у нас примерно та же история. Поездит работать наша косилочка и тракторочек. Вальтра на этот раз. В прошлый раз был джоник. Но я хочу, чтобы у них было примерно равное количество моточасов. Поэтому они будут работать так. По костровы у нас есть маршрут. Сгенерировать его здесь не так-то просто на самом деле. Так что мы, в общем-то, его заводим, отгоняем поближе к старту. Что-то я его перегнал вперед, не знаю где маршрут. И со стартовой точки запускаем. Асфальтеры делаем то же самое. Запускаем ей тот же самый маршрут по костровы и трава база. И у нас два маршрута... А, ферментатор я неправильно написал. Его можно стереть. Да-да-да, я все помню. Соответственно, здесь у нас тоже разные полевые работы. И со стартовой точки запускаем и этого пацана. И он поедет собирать ту травушку-муравушку и возить ее на гребанный склад. Потому что именно там ей и место. Уже со склада потом будем возить на ферментатор. Далее, друзья, мы переходим к нашему цементному заводу. И его нужно купить. Соответственно, сразу же это делаем. Стоит он 496 тысяч. Неплохой ценник на самом деле. Иногда меня радует, что не миллион миллиардов. А иногда прикольно и подороже. Соответственно, что мы здесь имеем? Сюда вот мы выгружаем биогаз. Здесь, соответственно, у нас триггер приема поддонов. И это все нужно будет сюда привезти. Единственное, производство извести, друзья, надо отключить. Соответственно, авто вырубаем. Чтобы когда мы привезли биогаз, не запустилось это производство. Известь нам пока что здесь не нужна. Я потом потестирую все это дело. Посмотрим, как оно с курсплеем будет работать. И если все будет чики-пуки, то будем делать известь. А если не будет, то будем ее пукать. А то курсплей, знаете ли, он такой стрёмненький. Мы же тогда переносимся на биогаз. Потому что именно его нужно туда отвезти. Тут у нас стоит наша любимая Татра. С прицепом для биогаза. Его уже тут 170 кубов есть. Я все время забываю перед записью увеличить немножко емкость этого прицепа. А то он на 30 кубов всего. Но давайте отвезем туда два прицепчика. Смотрите, у нас примерно 180 кубов. Нам биогаз надо отвезти на цементный завод. На нефтяные вышки. Потому что их надо уже запускать. И на компост мастер. Поэтому сейчас мы едем в длинное такое путешествие. Нет, мы по одному прицепу отвезем. А остальное все на стриме. Нам главное запустить. А развозами будем заниматься на стриме. В общем-то, едем отсюда на цементный завод. Едем отсюда на компост мастер. И на нефтяные вышки. Запускаем все это дело. А уже забивать все это дело будем на стриме. Да, я думаю, так будет правильно. Заводимся и, соответственно, погнали. Продолжение следует... Итак, друзья. Соответственно, мы привезли сюда биогаз. Вышки мы запустили. Компост мастер запустили. Вот эту штуку мы пока что не запустили. Потому что сюда надо еще привезти поддоны. Я тут, кстати, пока катался. Подумал о том, что может быть мы цемент на поддонах и будем возить в будущем. Потому что для перевозки цемента... Так, это у нас для перевозки бетона штука. А для перевозки цемента нужен вот такой вот полуприцеп. Который надо покупать. У него вместимость 35 кубов. Может быть ее повысить? Ну да ладно, это такое. В общем-то, у него 35 кубов вместимость. А если возить на поддонах, то там получается больше. А вот не помню, сколько поддонов влазит вот на эту штуку. Короче, надо будет думать. Посмотреть, сколько поддонов сюда влазит. И, кстати, еще есть такой момент. А не, поддоны с цементом по 2 куба. Все нормально. Я так посмотрел. 12 тысяч стоит в магазине поддончик с цементом. Значит, здесь цена будет около 2 кубов. В принципе, можно посмотреть. А цемент нынче вообще по 1000. Ну, в среднем. 1300 на третьей стройке. Ясно, понятно. Ладно, мы его пока продавать все равно не собираемся. Нам надо запустить бетонный завод. Нам надо будет очень много бетона для строительства других предприятий. Так что пока что нас цена на цемент не интересует. В общем-то, ладно. Сейчас мы перемещаемся на производство поддонов. Чтобы не мурыжить вас перевозками вот этими всеми однообразными. Соответственно, у нас тут есть на складе 12 кубов поддонов. 6 поддончиков у нас есть. Пока что в ближайшее время они никуда не понадобятся, кроме цементного завода. Поэтому можем забрать все. Для этого нам нужно их отсюда выгрузить. Да, здесь не хватает бревен. Но ничего с этим не поделать. Максимум 6 поддонов мы создаем. И вот они у нас появились. Соответственно, загружаем их на нашу платформу. Благо у нас с автозагрузкой палеты. Мать их. Включаем и подъезжаем. Пускай они, короче, запрыгивают сюда. Должно же это все дело работать, да? 20 штук. 20 поддонов сюда у нас вылазит. 20 поддонов по 2 куба. Это 40 кубов цемента. То есть, по сути дела, если возить это в поддонах, то можно за раз увезти больше. Я вот к чему вот это все дело рассказывал. В общем-то, повезли все это дело на наш цементный завод. Запускаем производство цемента. Мать его. А вот мы и приехали. Наверное, давайте, может быть, даже вручную их выгрузим отсюда, чтобы здесь не мучиться с маневрированием. Все-таки длинная вот эта хреновина у нас. Или нет? Или нет, друзья? Нифига, никакого ручного. Выбираем разгружать это все дело налево. И подъезжаем. Примерно вот так. Я так понимаю, это все должно выглядеть. Нажимаем на Y. И это все дело у нас заскакивает. И быстро так. Самое главное. Заскочил. Давайте двигатель заглушим. Тут все зашуршало. И вот эти пацаны начали работать. Так что здесь все анимировано. Все круто. Только вот единственное, они очень синхронно все это делают. Не знаю, нормально это или нет. Фиг его знает, друзья. Ну, видимо, такая была возможность сделать. Сделали так. Так, соответственно, скорость производки у нас 3000 литров в час. И это я вам скажу довольно таки медленно. Ну и ладно. За 2 часа будет делать нам 3 поддона. Тоже неплохо. Сколько здесь, кстати, вот склад? Вот я не посмотрел. Вот я все время забываю посмотреть важные вещи. Сколько у нас здесь склад именно самого цемента? Где можно это словить? Во, производство цемента. 500 кубов. Нормально. Справимся. Отличненько. Хорошо. В общем-то, у нас есть еще работенка на сегодня. Вы не думайте, что мы так быстро закончим. Хотя серия вроде как не сильно длинная обещает быть. Для начала, друзья, нам нужно немножко обустроить наше хранилище. Есть здесь вот такие замечательные табло, которые в 17-й ферме работали, а в 19-й до сих пор ведутся технические работы. И в следующей версии карты их уже снимут нахрен. Все дело в том, что в мультиплеере оно работает очень некорректно. Поэтому никак не смогли решить эту проблему. Есть вариант перевода, скажем так, этих хранилищей на глобал. Тогда бы это все дело вроде как работало бы. Но в таком случае это все пропало бы вот отсюда. Вот эти показатели. А это, наверное, плохая идея, скажем так. Я имею в виду вот эти показатели. Но, друзья, недавно вышел замечательный мод, который позволяет впихнуть сюда табло куда угодно. Скачать его можно прямо в игре, в разделе модификации, в модхабе. Называется он Сила Дисплей. Это один мод, он включает в себя три вот таких вот табло. Сразу говорю, в будущем, когда будут вопросы, где его взять, я буду их тупо игнорировать. Потому что, чую, их будет очень много. Я все равно не запомню, как он называется. В поиске там просто прописывайте, и все прекрасно будет работать. Соответственно, нам нужно сюда впихнуть четыре штуки на четыре разных хранилища. И давайте его поставим как-нибудь аккуратненько. Один, например, вот сюда. Там тыдыщ, он у нас, увы, относится только к первому бункеру, насколько я понимаю. Да. Соответственно, другой такой же ставим с этой же стороны. Вот так вот тыдыщ. Он у нас будет к первому хранилищу корнеплодов относиться. Которые у нас хранилища с этой стороны. Те их не видят, и их нужно поставить куда-то сюда. Я вот не знаю, то ли их с этой стороны запихнуть, то ли вот сюда. Может быть, вот сюда их впихнуть? Почему бы и нет? Давайте вот сюда реально пихнем его как-то вот так вот, например. Тыдыщ? Да. Отлично. И, соответственно, с другой же стороны, для нашего второго бункера делаем то же самое. Пихаем сюда вот эту вот штуку. Тыдыщ. Во. Работает. Отлично. И вот такую вот большую хреновину мы сюда запихнем для нашего хранилища зерна. Давай разворачивайся быстрее. Поставим его, наверное, вот здесь, вот прямо где основное табло у нас выходит. Раз. И есть. Соответственно, как оно выглядит? Все здесь написано. Вместимость, уровень заполнения, культура. Все на русском языке. Все лепота. В следующих версиях карты вроде как вот это табло сверху будет отсюда убрано. Вообще. Соответственно, с маленькими хранилищами здесь то же самое. Картофель, свекла, морковь, лук. У нас этого, разумеется, ничего нету. Там дальше у нас нормально отобразилась моносмесь корм для свиней. Кстати, неплохо было бы, чтобы еще корм для рыбок можно было здесь хранить. Надо будет написать об этом. Все-таки все с агрокорма, почему бы и нет. Здесь у нас, соответственно, сечка силос-компост. Вот в этом вот бункере находится. Можно сразу же все это дело наблюдать и не лезть в меню. Мне, например, это табло было намного удобнее. И, соответственно, сено, солома, трава. Тоже мы всю эту информацию сразу здесь видим. Как по мне, очень удобно. Так что вот такая вот штука у нас здесь появилась. И знаете, друзья, что я еще подумал? Леса нам так-то понадобится немало. И мы выпилили вот это вот то, что у нас здесь было все. И участок, по сути дела, остался как бы наш. А покупать следующий за 2 миллиона мне особо не хочется. Поэтому я решил, что мы засадим вот эту вот площадку деревьями. И когда они вырастут, мы проведем стрим, когда мы их все попилим и развезем все это дерево по нашим пилорамам. Как по мне, идея, скажем так, правильная. Правда, это все дело расти будет около 5 серий. Так что стремиться тут будет через пару недель минимум. Потому что поддонов, видимо, нужно будет очень много. Для этого мы перемещаемся в магазин. Сюда мы пригнали нашего Джоника Свободного и чувака, который будет возить поддоны. И, соответственно, нам нужно купить саженцы на поддоне. 20 единиц. Берем 5 таких поддонов. Я думаю, 100 деревьев будет вообще по горло, если они на самом деле вообще туда все влезут. Соответственно, покупаем таких вот 3 штучки. Каких 3? 5. Я неправильно посчитал. А также нам понадобится вот такая вот хреновина для посадки деревьев. Ее мы, конечно же, возьмем в аренду. Покупать ее смысла никакого нет. Во. И вот это все добро появилось. Соответственно, на тату закидываем поддончики. Они вроде как должны будут даже по автозагрузке нормально работать. Да, все работает, все прекрасно. Бросаем татру здесь. Теперь садимся в нашего Джоника и цепляем вот эту замечательную приблуду к нему назад. Ну и, соответственно, цепляем теперь татру на фоллоу ми. Сейчас видите двигатель, какой же ты занудный, а? Во. И поехали к нашей лесопилке, где мы будем сейчас работать. Прибываем на место нашей посадки. Давайте мы сделаем вот так вот, откроем эту всю фигню. И, соответственно, разгрузим поддоны, чтобы их можно было свободно оттуда загружать. Я сразу говорю, я никогда еще этим делом не занимался. Не высаживал лес. И это для меня будет в новинку. Но я знаю, что так можно делать в этой игре, поэтому я решил так делать. Соответственно, загружаем один поддон с саженцами. И погнали их вот здесь вот. Тут много места, в принципе. Я думаю, 100 деревьев здесь вполне себе влезет. Давайте посмотрим, какие у нас есть тут кнопочки. Включить это понятно. Опустить это понятно. И все. Видимо, мы просто едем. Слишком много деревьев, срубите некоторые из них. Серьезно? Ну-ка, давай-ка выключим. Что тут вообще есть по настройкам? Ничего другого, больше нету. Включите все. Ты серьезно, мать твою? Мы же здесь типа уже... Где же нет деревьев рядом? Ну, камон, ну что за дела? Ну вот, друзья, и первый фейл. Может, типа здесь вспахать надо? Он нигде их сажать не хочет здесь. А это наш участок вообще или нет? Он бы написал, что это не наш участок, правильно? Это наш участок. Мы здесь можем делать, что хотим. Неужели пахать придется? Ну вот как так-то? Мне это совсем не нравится. Может быть, надо вспахать землю? И... Ну, вроде как нет. Вроде как не надо пахать землю. Слишком много деревьев. Понимаете это? Охренеть. А может быть... Давайте только сначала игру сохраним. Я же забыл то, что здесь есть конфликт с этими деревьями, с глобалом. Активировать больше деревьев. Наверное, надо вот эту штуку было включить. Ну-ка пробуем еще раз. Вроде как и ошибка с этими деревьями была исправлена. Я что-то читал. Я, честно говоря, не думал на тот момент, что мне понадобится это дело. Высаживать деревья. Поэтому не обращал внимания, что там писали. И да, сейчас это все дело пошло работать. Ну и отлично. В общем-то, высаживаем. Ну вот, друзья, и закончился этот, ну, довольно-таки муторный процесс. И у нас теперь тут растут саженцы сосен. Их тут 100 штук. Соответственно, когда они вырастут, мы устроим стремец, где все их попилим нахрен и развезем по всем нашим пилорамам. Не знаю, тут может быть местами они довольно близко друг к другу находятся. Но вроде как все должно быть норм. Старался делать более-менее равномерно. И надеюсь, что у меня это получилось. И вообще, кстати, на дереве теоретически можно подняться. Мы за эти три поддона, за пять поддонов заплатили пять тысяч и взяли в аренду вот эту хреновину. Тоже там за пару тысяч. А в итоге все эти деревья, когда вырастут, их можно продать прям очень задорого. Но, правда, будет геморрой их всех пилить. Но ничего страшного. На нашем поле уборка почти закончилась. Тут, я так понимаю, еще одну или две, да, две проходки надо будет сделать. Две с половиной нашему комбайну. И он закончит. На этом, друзья, я с вами буду прощаться. Проведем мы стремец, на котором будем возить траву, в общем-то. Ну, все как обычно, закадровая работа перед следующей серией повозить надо будет биогаз. Все это дело по максимуму отвезти туда-обратно. Поэтому, чтобы не пропустить это дело, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Или вступайте в нашу группу ВКонтакте, нажимайте там на кнопочку подписаться на уведомления. Или же присоединяйтесь к нашему каналу в Дискорде. Там я тоже высылаю всегда анонс всех стримов, всегда есть. Также, друзья, не забывайте про лайки. Лайки ускоряют выход новых серий. И пишите же ваши комментарии по поводу нашего развития. В следующий раз, наверное, мы займемся карьером или еще чем-нибудь другим. Скорее всего, карьер в следующий раз мы приобретем. Ну и, в общем-то, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.